Привет, мои сладкие, привет, мои охоженные грядки, с вами снова я, Тигреназия. И сегодня опять у нас Тигримейл. Я получила три письма, которые уже прочитала, открыла. Получала в разные дни, почему-то, хотя вот эти два прошли в один день. И вот это пришло перед вот этими письмами. Сейчас просто скажу вам даты. Я уже отвечаю на это письмо, кстати, и оно придёт вот в таком вот конверте, так что жди. Вот, оно уже заполнено, осталось только вот на этом листочке и написать письмо. Это у нас от Богачёвы Светланы из Железногорска. Я просто, не знаю, в шоке от этого письма. Она дико-дико была рада, но здесь была наклеена Надя из букв, да, и так получилось, что прошли только две буквы, и нет моего имени. Да, и само письмо было плохо запечатано, вот, и поэтому оно, можно сказать, повредилось немножко, и салфетка вот порвалась, да, немного тоже. Вот, здесь очень красивая марка, Ерславль, и здесь такой корабль тоже очень красивый. Люблю красивые марки. И потом, либо оставляю их на конверте, либо просто аккуратно снимаю и оставляю в себе. А здесь у нас, кажется, не между 10-го, или 16-го февраля, или 18-го, непонятно, какого числа оно было отправлено, по-моему, 16-го, а получено 20-го. Вот, сегодня у нас 1-го марта, всех с первым днём весны, вот, и пусть у вас всегда всё будет прекрасно, и пусть эта весна будет просто самой особенной, интересной, и вообще полной на разные приятные события. Так, письмо очень интересное, очень необычное, и можно сказать, что забылась моя детская мечта, у меня есть теперь друг, если так можно сказать, ну, я считаю всех людей, с которыми я переписываю своими бумажными друзьями, друг, связанный с космосом. Да, самый настоящий работник космической темы, так скажу, да, не буду говорить всего. Вот была вот такая открытка, очень классная, от Доброй Почты, тоже участвую в их деятельности, да, и собираюсь в этом году многим детишкам тоже отослать свои открытки. Вот, сейчас рисую некоторые иллюстрации, краски, связанные с этой темой. Очень надеюсь, что к лету я смогу их выпустить, вот, и можно будет тоже покупать в моём магазине, вот, и ещё вот есть портимография, в которой можно будет печатать подобные открытки, вот, на таком очень-очень плотном картоне. Да, спасибо за такую открытку, она очень классная. Здесь были наклейки, такая вот с котёнком, затем была вот такая очень классная наклейка с фотоаппаратом, она леденцовая, объёмная, и была вот такая вот наклейка с куколкой, да, вот, очень классная. И классное-классное письмо, просто потрясающее. Даже здесь печать стоит с датой 14-го числа. Да, знаю, что 16-го числа было отправлено само письмо. Следующее письмо было от Журавлёвой Вероники, это уже второе письмо. Отправила она его 21-го числа, и прошло оно 24-го числа, но принесли мне его только, кажется, 27-го или 26-го, не помню, правда, в какой день. По-моему, мне принесли его 27-го числа. 27-го числа, кажется, было понедельником. Вот, и такой большой кадет. Здесь было само письмо с таким вот очень прикольно переливающими скотчами, и было просто два потрясающих набора наклеек. Одни вот такие вот зефирные, я просто обожаю зефирные наклейки, потому что их вот так вот можно мять, они такие приятные, мягенькие. И моя любимая цветовая гамма, нежно-нежно, такой вот розовый, снежно-фиолетовым и голубым. Просто классные. Первый раз вижу такую фирму, липуня, вот, и могу уже сказать, что у них очень классные наклейки. Чем-то похоже на липляндию, по-моему, так называется. Вот, у нас, кстати, не представлена ни эта фирма, ни липляндия. Вот, и лезенцовые такие весенние наклейки с божьими коровками и четырёхлестниками. Очень тоже классные такие вот. Большое-большое спасибо тебе. И последнее письмо от Максимовой Е.С. Ярославская область. Отправлено 21-го и получено 26-го. Ну вот, как видите, 24-го получили, а это 26-го получили. Вот, надеюсь на ответ, он напишет. Так вот, украшено. У меня есть такой же скотч, только зелёного, кажется, цвета. Да, это фикс прайс. Тоже такой прикольный, но в этом цвете он даже симпатичнее смотрится, чем в зелёном. Итак, здесь было очень много всего. Вот, и я надеюсь, что скоро отвечу на письмо на это. Вот, потому что у меня ещё в запасе нужно ответить. Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре. Четыре письма, и вот это вот пятое будет. Да, так что я на него была последнего отвечать, потому что оно последнее пришло. И надо ответить сначала на те, потому что они раньше пришли, и люди ждут очень. Вот, такая вот классная подборка. Ну, здесь их, по-моему, три штуки. Стикеры с клубниками. Вот, спасибо, что прислала. Жалко, не четыре. Обычно я такие штуки клею на конверт. То есть, водоросную строку вот так вот приклеиваю, и прикольно, когда они с двух сторон такие клубнички. Да, мне кажется, тоже классно так. Вот, ну ещё я их использую в дневнике, где-нибудь тоже так вот, на странице, чтобы делать какие-то пометки. Вот такой вот очень классный чай, флирт. Вот, это зелёный чай. Я дам его своей маме, потому что она у меня пьёт зелёный чай. Вот, но он очень вкусно пахнет. Я знаю этот чай. Она его пьёт тоже. И у нас здесь с клубникой, и белым, кажется. С белыми цветами, по-моему. Не помню. Хороший чай очень. Спасибо большое. Затем здесь идёт распечатка. Такая вот, для заметок. Затем идёт раскраска с черепашкой. Антистресс. Типа мандалы или мандалы. Не знаю, как правильно говорится. Затем идут вот такие две классные весенние салфетки для декупажа. Их можно использовать. Потом идут вот такие два красивых листа из блокнота. Тоже для заметок очень интересно будет использовать. Тем более, они здесь белые. Можно что-нибудь рисовать. Либо можно просто вклеить в себе дневник. Тоже для записок. Далее идёт вот такой вот лист распечатка, где она попросила написать мне для неё пожелание и прислать обратное. Теперь идёт вот такой вот лист с вопросами, на который мне нужно ответить. И идёт само письмо, которое тоже напечатано, не написано от руки. Вот. Такое вот большое, с фотографиями. Вот. И что ещё хотела я сказать? Хотела сказать, что я всё-таки за письма, которые написаны от руки, потому что смысл тогда переписываться. Если письма идут печатные, вот, потому что можно по e-mail переписываться тогда. Но весь смысл переписок бумажных в том, что человек видит твой почерк. Он знает, как твоя рука была расположена, как ты писал, какой ручкой. Чернила пахнут, ты чувствуешь запах чернил. Это невероятное удовольствие и атмосфера. И затем нет права на ошибку, как на компьютере. Здесь человек будет видеть, что ты зачеркнул это слово, да, и, значит, ты в этот момент передумал написать его или просто задумался о чём-то, да, и совершил ошибку. Это приятно даже, это не считается чем-то таким прям ужасным. Просто это показывает живость письма, и что человек над ним старался. Вот. А компьютерное письмо, ну, оно слишком простое, и его очень быстро можно напечатать, либо скопировать уже его, и просто переделать слова там, и отослать другому человеку такое же письмо. И особо над ним не старался, вот. Просто она меня спросила, что я думаю по поводу электронных таких вот письм распечатанных и бумажных. Какого бы я предпочитала? Я предпочитаю именно бумажные, не электронные. Вот, да, но ничего против не имею, если письмо напечатано в зависимости от ваших физических особенностей. Да, если вам тяжело писать с ручкой, то, пожалуйста, пишите вот так вот, электронно. Но я всё-таки за настоящие живые письма. Вот такая бы почта была на сегодня. Все получат свои ответы. И спасибо за ваши письма. И ещё раз поздравляю вас всех с весной. Если кто хочет написать письмо, то, пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте. И единственное, что я не занимаюсь там перепиской ради чего-то, да, только всё по желанию. Если, ну, существует такой вариант обменов каких-то, да, но я этого не делаю и в этом не участвую. То есть это не для меня. Вот, так что, такие дела. Всех любил селу и обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»